Автомобили с автоматической коробкой передач вовсе утеснят механику. В прошлом году на последние пришлось только 43% продаж. А это значит, что лентяев, предпочитающих проводить время в заторах, за просмотром новостей в мобильнике и не отвлекаться на рычаг коробки передач среди россиян все больше. Сегодня мы расскажем о шести самых доступных седанов с автоматической коробкой на отечественном рынке. При этом мы не будем говорить о поддержанных автомобилях. Сегодня исключительно про новые авто с двумя педалями. Ты на канале ПРОАВТО. Поехали. Ну а теперь ближе к делу. На шестом месте Hyundai Solaris. Народный любимчик, который можно взять с шестиступенчатой автоматической трансмиссии, сопряженной с мотором объемом 1,4 литра в 100 лошадей за 852 тысячи рублей. А доплатив всего 25 тысяч, замахнуться на Solaris с автоматом и более мощным 123-сильным двигателем объемом 1,6 литра. Базовая комплектация для Solaris с мотором 1,4 литра и автоматической коробкой включает подогрев передних сидений, электросеклоподъемники во всех дверях, электропривод и подогрев наружных зеркал, всевозможные электронные системы, две подушки безопасности и аудиосистему с четырьмя динамиками. Но 852 тысячи это не очень дешево, хотя и входит в наш рейтинг. Едем к более выгодным вариантам. Следом Kia Picanto. Городская малолитражка также предлагает как механику, так и автомат. За то, чтобы в салоне было всего две педали, придется заплатить от 764 тысяч рублей. Четырехступенчатый автомат работает в паре с 84-сильным двигателем объемом 1,2 литра. Вместительным Picanto, увы, не назвать, но комплектация малыша вполне приличная. Аудиосистема с двумя динамиками, ключ дистанционного управления, передние стеклоподъемники, водительские функции авто, кстати. Кондиционер, дневные ходовые огни, передние подушки безопасности, крепление детских кресел, АБС, система помощи при старте на подъеме, система контроля давления в шинах и система курсовой устойчивости. Но все равно как-то не по-мужски Picanto покупать. Поэтому быстро двигаемся дальше к четвертому месту. На нем некогда бюджетный Рено Логан, который перекочевал в нишу более дорогих автомобилей. Что, впрочем, не мешает им оставаться вполне себе доступным седаном, который оснащается автоматом. За 724 990 рублей вы получите Логан в комплектации Life. Со 102-сильным мотором объемом 1,6 литра и четырехступенчатым старинным автоматом. Динамика у парочки так себе, но удобства благодаря отсутствию третьей педали им не занимать. В комплектацию такого Логана входят защита двигателя, полноразмерная запаска, центральный замок с дистанционным управлением, передние электростикоподъемники и кондиционер. Скромненько, но зато надежно и действительно удобно. Но не так удобно, как у нашего третьего места, на котором расположилась Лада Веста. Она стала мощным рывком автоваза в будущее. Автомобиль удался, благодаря чему полюбился отечественному автомобилисту и быстро обосновался в первых строчках рейтинга продаж. На выбор тут механика и исключительно робот, который, впрочем, освобождает водителя от необходимости периодически дергать за рычаг коробки передач. Дело это, хотя и не очень гладко, но все же самостоятельно. Минимальная цена за Весту с роботизированной коробкой передач от 664 тысяч рублей. В базовую комплектацию входят такие опции, как подушки безопасности, дневные ходовые огни, АБС, систему курсовой устойчивости, ESC, бортовой компьютер, регулируемые по высоте и по вылету рулевая колонка, центральный замок, кондиционер и аудиоподготовка. Также вы там увидите подогрев передних кресел и электрообогрев с приводом зеркал заднего вида. Да, это холдинг Рено Ниссан, да, это Веста, но это уже 600 тысяч рублей и робот, почему бы и нет. На втором месте Датсун Онда, японский брат Гранты. С автоматом Джатко обойдется всего в 562 тысячи рублей. Однако комплектации двигателей здесь скромные. Мотор тольятинский, восьмиклапанный, объемом 1,6 литра, выдающий скромные 87 лошадей. Из опции противотуманки, центральный замок, бортовой компьютер, передние электроподъемники, электрорегулировка и обогрев зеркал, АБС, ЕБД, две подушки безопасности и подогрев передних сидений. И вроде бы можно уже бежать и покупать. Но есть первый вариант, первый в нашем рейтинге. И это, конечно, Лада Гранта. С роботизированной коробкой она обойдется минимум в 536 с половиной тысяч рублей. Да, это не полноценный гидромеханический автомат, а дергающийся, не самый расторопный пятиступенчатый робот с одним сцеплением. Но, тем не менее, за эту сумму вы получаете весьма стильный автомобиль с двумя педалями и довольно резвым 16-клапанным 106-сильным двигателем объемом 1,6 литра. Причем базовая комплектация такой Гранты уже включает в себя подушку безопасности водителя, АБС, бортовой компьютер, кондиционер, электростеклоподъемники передних дверей, аудиоподготовку и обогрев наружных зеркал. Если же вы испытываете неприязнь к роботам и вам не жалко доплатить 50 тысяч рублей, то за 586 с половиной тысяч рублей можно взять Гранту с полноценной четырехступенчатой автоматической коробкой отжатка. Минус только один, менее мощный 98-сильный двигатель, с которым сочетается автомат. Зато в комплектацию седана добавляется подушка безопасности пассажира, подогрев передних сидений, электропривод наружных зеркал и аудиосистема. Подводя итог, можно сказать о том, что за полмиллиона рублей вполне возможно купить новый автомобиль с автоматической коробкой передач. Ну, чуть больше полумиллионов. Да, это не Мерседес, да, это не БМВ, но это новый автомобиль, который будет ездить и у него будет всего две педали. Что ж, пишите свое мнение в комментариях о том, какой из автомобилей вам понравился больше, а какой бы вы никогда не купили. А также ставьте палец вверх, если понравилась наша работа. Впереди много актуальных новостей и разнообразных топов. Подписывайтесь, если еще не подписаны, а я с вами прощаюсь. Ты был на канале ПРОАВТО, до скорых встреч.